Во-первых, я хочу поблагодарить всех жителей Одессы за их героизм, мужество и готовность бороться за свой город. Я вам скажу, что есть два типа одесситов. Есть одесситы, которые... Есть одесситы рассеянные, есть сосредоточенные. Рассеянные одесситы — это те одесситы, которые живут по всему миру, сосредоточенные те, кто сегодня находится в Одессе. Так вот, обращаясь и к рассеянным, и сосредоточенным, хочу сказать, что Одесса — лучший город в мире. Мы все любим Одессу с момента нашего рождения. У нас прекрасные песни, которые мы с детства знаем, и эти слова, этих песен, все песни, они наполнены таким содержанием, которое живет у нас здесь, в сердце. Мы часто говорим о том, что не мы живем в Одессе, Одесса живет в нас, во всех. Поэтому всем тем, кто сегодня находится за пределами Одессы, особенно тем, кто сегодня находится в Российской Федерации, но считает себя одесситами и любит свой город. Я бы обратился и сказал, что нужно высказывать свою позицию. И им хотел бы сказать, что сегодня родные и близкие, те, кто уехал, и находятся здесь. И вы можете получать от них правду о том, как атакуют наш город. Город, о котором, как часто, руководство Российской Федерации любило говорить. Но сегодня они, 9 мая, 9 мая в праздник, по городу Герои нанесли ракетный удар. Вот эта любовь, вот это проявление братства к нашему народу. Нет никакого братства. Поэтому будьте смелей, говорите открыто, рассказывайте людям правду. Одесса будет стоять, Одесса город Герой. Одесса не допустит оккупации. Мы будем сражаться за каждую нашу улицу. Мы готовы. Но сегодня объединение одесситов, объединиться для нас очень важно. Потому что это поможет нам все вместе. Ну и, может быть, даже откажутся от своих коварных планов, когда увидят силу, мощь, дух одесситов, тех, кто хочет захватить наш город.